В этом году Государственному Совету Хаса Республики Адыгея исполняется 25 лет. В связи с этим событием в наш район было прислано письмо с предложением провести встречу депутата Государственного Совета Хаса со школьниками. Подобное мероприятие 11 апреля прошло на базе СОЖ номер 2 Аула Кашахабль. Вы знаете, что в этом году Государственный Совет Хаса Республики Адыгея отмечает в своем 25-летии. В рамках этого мероприятия депутаты Государственного Совета Хаса встречаются с обучающимися республиками. Сегодня у нас в гостях Катамышев Олег Владимирович, председатель комитета по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Госсовета Хаса Республики Адыгея и Александр Валентинович Брянцев, председатель Совета народных депутатов муниципального образования Кашахабльский район. В этом году парламенту нашей республики исполняется 25 лет. Знаменательная дата для нашей республики, для нашего парламента. Вы знаете, что это является высшим законодательным органом Государственного Совета Хаса нашей республики, который принимает законы, который ведет свою работу для того, чтобы упорядочить законы республики Адыгея, самостоятельно законы разработать, законодательные инициативы и приведение в соответствие законов республики Адыгея с законами Российской Федерации. Далее Олег Владимирович зачитал доклад о деятельности Совета за время его существования. Парламенту республики Адыгея 25 лет. Государственный совет Хаса Республики Адыгея в эти дни отмечает 25-летие. Четверть века – это небольшой срок для истории, но этот период стал важной вехой в развитии парламентаризма республики Адыгея. Как и в жизни, в Новой России это время переломных и судьбоносных событий, сформировавшихся в правовые, основные экономических и социальных политических реформ. В настоящее время каждый субъект Российской Федерации имеет свой значительно уникальный опыт законодательного регулирования общественных отношений с учетом специфики региона. 25 лет парламента республики Адыгея – это 6 созывов, 279 депутатов, которым народ республики доверил право представлять себя в высшем законодательном органе власти. Сегодня важно обратиться к истории становления республиканского парламентаризма, вспомнить основные моменты, связанные с преобразованием нашего региона. Образование Адыгейской автономной советской социалистической республики в составе РСФСР было провозглашено 5 октября 1990 года на внеочередной сессии Адыгейского областного совета народных депутатов 21 созыва. Курс на самостоятельное развитие Адыгеи был закреплен принятием 28 июня 1991 года Декларации о государственном суверенитете Республики Адыгея. 3 июля 1991 года Верховным советом Российской Федерации принят закон о преобразовании Адыгейской автономной области в Советскую социалистическую республику Адыгея в составе РСФСР. 22 декабря 1991 года состоялись выборы депутатов Верховного совета и президента Адыгеи. 5 января 1992 года избран первый президент Республики Адыгея, это Джаримов Аслан Алиевич. 17 января 1992 года на съезде народов Адыгеи он принес присягу и вступил в должность. Дата 17 марта 1992 года вошла в историю политической жизни Адыгеи как день открытия первой сессии Верховного совета Адыгеи. На долю депутатов первого созыва выпала ответственность принять историческое и основополагающее закон на Республике Адыгея. Это закон о государственном флаге, гербе и гимне. Государственный герб, являющийся символом государственности Республики Адыгея, разработан художником Мири Туковым. Итогом многолетней работы парламента Республики Адыгея является современная система законотворчества, обеспечивающая экономическое и социальное развитие Республики Адыгея, реализацию граждан прав и свобод гарантированных Конституцией страны, накопленный опыт законодательного обеспечения всех сфер жизни общества способствует определению основных направлений дальнейшего развития законодательства Республики как целостной функционирующей системы и выявлению проблем правового регулирования. Сегодня задача депутатов шестого созыва продолжить сделанное предшественниками и сохранить положительные тенденции в социально-экономической жизни региона, так как приоритетом для всех ветвей власти Республики остается неуклонное повышение качества жизни каждого человека в Республике Адыгея. После ознакомления с докладом присутствующие смогли задать интересующие их вопросы депутату. Скажите, пожалуйста, процентное соотношение представителей партии раз в нашем парламенте? На данный момент у депутатов шестого созыва получается всего количество 50 депутатов Госсовета ХАСЭ. Из них 49, получается, это представители Единой России, не 49, а 39, извиняюсь. Четверо это представители ЛДПР, четверо представители коммунистов, коммунистической партии и двое Справедливой России. В Республике планируют строительство новых школ, и так как заложено нашим законным об образовании, с бассейном, и всеми условиями. Кто-то в этих комфортных условиях будет жить? Планируется у нас в стране, пока это время приостановлено, но в дальнейшей перспективе планируются и школы, и детские сады. Сейчас же не только со школами, с детскими садами тоже большая проблема, что родителям негде оставить ребенка, чтобы пойти на работу. И поэтому сейчас думают о том, что... Не думают, а уже в этом году детских садов я не готов ответить сколько. Просто это исполнительный глаз сделает. Но точно знаю, что запланировано в бюджете на строительство. В заключении встречи председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев подчеркнул, что сейчас все делается для будущего подрастающего поколения. Их главная задача полностью заняться поучением знаний для успешной сдачи ЕГЭ. И вам бороться за передовые места, как Кашхабрского района, так и всей республики ЕГЭ. А на сегодня ваша главная задача – это учиться, выдержать экзамены, хорошо подойти к этому. Вы видите сейчас, как все, можно сказать, в образовании с ног на голову перевернулось. Но пока так, значит, будет так. Нужно готовиться, учиться, непременно заниматься спортом, помогать родителям, вести активный образ жизни. Все зависит жизни от вас, как вы поставите себя, какую вы жизненную позицию в жизни выберете, как поведете себя в дальнейшем. Но я думаю, что все ребята нормальные, взрывомыслящие, все будет в вашей жизни нормально. Поэтому на данном этапе учеба, труд, помощь, спорт – это никто не отменял, так и должно быть. Затем учащимся старших классов продемонстрировали видеоролик с рассказом о становлении и работе Государственного совета ХАСА. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!